Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну вот идея о Мессии, причем о Мессии страдающем, как о том, что очищает. Не просто он пострадал и все, но само это страдание очистительно. И в тот самый день пророчество Господа воинств истребляет даже имена идолов на этой земле, впредь о них не вспомнит. То есть идолы, постоянное искушение исчезают вот после этого события. Мы можем сказать, после появления христианства действительно прошло всего века три, и в общем язычество из этих мест исчезло практически насовсем. Изгоняю из этой стороны прорицателей нечистых духов. Тоже часть языческих культов, которая связана с предсказаниями будущего, связана с тем, чтобы всячески пытаться наладить контакт с потусторонним миром своими собственными силами. И дальше такие, может быть, очень драматичные сцены про этих прорицателей, что до какой степени их все будут ненавидеть. И если будет кто еще прорицатель, то ему скажут, родные отец и мать, не жить тебе, ты лгал от имени Господа, родители его. И пронзят родные отец и мать такого прорицателя, да, то есть прямо вот собственные родители его убьют. В тот день устыдится всякий прорицатель своих видений, не станет одевать на себя косматую накидку пророка ради обмана. Очевидно, это такая как бы униформа пророка, да, вот шкура какая-то такая, необычная одежда, а полузвериная, да, то есть он выпадает из мира людей. Но станет говорить, я не прорицатель Еземли, пашец, с юных лет я тружусь на земле. А это ведь профессия была, причем, судя по всему, довольно прибыльная. И вот он крестьянином себя называет, простеньким таким. Если спросят кто, что это у тебя за рубцы на теле, он ответит, били меня в доме, где меня любили. Рубцы на теле, возможно, наносили их специально, чтобы, ну, как-то себя выделить, да, у многих народов таких достаточно примитивных есть сегодня эти практики, украшать себя шрамами. И, возможно, прорицатели тоже такое с собой делали, и его спросят, вот это же выдает твое особое положение. Он скажет, били меня в доме, где меня любили, то есть выдаст это за следы каких-то телесных наказаний, и тем самым очень себя унизит, да, он такой высокий главный шаман, который с такими боевыми шрамами, объясняется, он, ну, почти раб, да, то есть его просто избивали периодически, вот эти, нанесли ему раны. И дальше немножко другая тема, ну, такая резкая здесь граница. Меч, поднимись на пастырь, на того, кто по правую мою руку пророчеству Господа воинств. Порази пастыря, и рассеются овцы. Тоже, конечно, из Евангелия цитаты прекрасно известные. И прочитаем чуть подальше. «Я над малыми занесу руку, и когда по всей земле пророчеству Господа две трети сгинут, погибнут, и останется треть, эту треть я введу в огонь и очищу, так, как очищают серебро, проверю их, как золото проверяют». И опять мы можем сказать, что здесь идет речь, у нас были овцы и пастырь в 11 главе, да, идет речь о народе Израиля, который вот управляется негодными людьми, и они не заботятся о нем, и Господь за это поразит пастыря. Может быть, это и так, но здесь какая-то все-таки другая тема. Овцы, у которых нет пастуха, конечно, они подвержены опасностям, они разбредаются, на них нападают и все подобное. Но еще и дело в том, что это стадо надо очистить, что это гибель какого-то количества овец, и то, что они разбредаются, исчезают, это способ выявить тех, кто должен остаться, способ выявить верных, если мы говорим о народе. И вот тут тоже очень попадает вместе с пророчеством о том, которого пронзили, в евангельскую историю. Когда Христос распят, то, соответственно, ученики разбегаются, потом 12 собираются воедино, кроме Иуда-предателя, да, но ведь какое-то количество за ним шло, толпы за ним ходили, и где все эти люди? Значит, ну, не было тут такого автоматизма, значит, на самом деле, в общем-то, действительно разбежались многие всерьез и надолго. И вот эта проверка, она и служит отделению тех, кто вообще на что-то действительно всерьез годится, от тех, кто лишь временно там пристроился. И вот те, кто остался, они действительно сохраняют этот завет, более того, вступают в некий новый завет с Господом. Они призовут мое имя, и я отвечу, скажу о них, вот мой народ, а они скажут, Господь наш Бог. Эти места уже были, в том числе и у Захарии, и у других пророков, где Господь говорит, я буду им Богом, они будут мне народом, это некая такая очень тесная, глубокая, искренняя связь. Но здесь, конечно, речь идет еще и о том, что только эти овцы, вот только эта небольшая группа сможет этого добиться, и для того, чтобы стать народом Бога, для того, чтобы он стал Богом этого народа, этот народ должен как-то внутри себя разделиться на тех, кто верен, на тех, кто сохраняется, и тех, кто просто исчезает и разбегается, когда убивают того, кто во главе них. Мессианское ли это пророчество? Я считаю, что абсолютно да. Причем, как и у Исаии в 53 главе, Мессия в том числе страдалец. Это не просто триумфальный царь, который приходит, и все отныне становится хорошо, но это тот, кто ценой своей смерти очищает остальных, и эти остальные не все идут за ним. Кто-то разбегается, но кто остался, вот уж те действительно навсегда.